Ситуация, хоть и далека от чрезвычайной количества заболевших, мышиной лихорадкой с каждым днём растёт. Сейчас в инфекционной больнице находится 10 человек с подтверждённым диагнозом. На прошлой неделе среди пациентов были и маленькие дети. Случай, который заставил вздрогнуть медиков, произошёл с жителем посёлка Васильево. Мужчина умер. Предварительно от мышиной лихорадки. До выяснения всех обстоятельств в Минздраве этот случай пока не комментируют. Как любая лихорадка, начинается остро, с повышения температуры, высокого повышения температуры, сразу 39-40, это минимум. Головная боль, это все синдромы интоксикации. Головная боль, потливость, может быть, мошки перед глазами. Далее присоединяется боль в пояснице, боль в мышцах, снижение выделения мочи. То есть при малейшем каком-то из появлений этих признаков, ещё раз повторяю, к врачу немедленно, бегом. По словам санитарных врачей, вспышка мышиной лихорадки каждый год случается осенью. Это связано с миграцией полевых мышей. Когда становится холодно, грызуны перебираются в частный сектор. Между тем, даже испарения мышиных экскрементов для людей чрезвычайно токсичны. И они хоп сюда и конец им. Мышиная лихорадка прежде всего угрожает жителям частных домов, которые круглый год ведут борьбу с грызунами. Причём привычные мышеловки уже не столь эффективны. В посёлке Игумного ловить грызунов помогает только специальный клей. Просто он туда, раз, лапки-то, и там так и остался нахрен. Бывает, смотришь, два мышонка, три мышонка. Они же не орут друг другу. Спасайся, друг. Во избежание заражения геморрагической лихорадкой специалисты рекомендуют следить за тем, чтобы дома не было щелей, через которые мыши могут попасть в жильё. Только с начала года геморрагической лихорадкой переболели 512 человек. В эту статистику ещё не включили данные за ноябрь. Именно в этом месяце отмечен всплеск заболеваемости.